Где мы находимся? На планете Земля. Но планета Земля, она многообразная. Есть вершины гор, а есть низины океанов. И вот эти низины океанов мы там не были. Но если мы спустимся туда с аквалангом, конечно, мы там найдем такие орнаменты, которые мы даже представить себе не можем. О, кстати, чашечка. Хорошая чашечка. Я буду главным слушателем из первого ряда, потому что мне самому интересна тема орнаментов. Вот, видите, какая чашечка. Вот я Паше наливаю чайок зеленый. Сейчас я приближу. Там вот тоже все это в орнаментах. Иначе, если бы просто была бы чашечка, она бы была неинтересна. А так как там орнаментальные события происходят, уже она для нас произведение искусства, эта чашечка. И вот орнаменты нам попадаются везде, везде, где мы только не проходим по территории нашей жизни. Особенно мы это часто замечаем в произведениях искусства, когда художник берет и превращает какой-то предметик, самый простой, прямоугольник, треугольник, трапецию, круг, превращает в какой-то магический узор. Это мы с вами всегда встречались с этим, знаете, когда нам дарили в детстве трубу такую, да, калейдоскоп. И мы там складывали себе из этих стеклышек орнамент и любовались им. Или, допустим, юла, да, которая крутится и превращается в такие концентрические окружности цветные. И это тоже орнамент. Давайте подумаем, что делает с нами орнамент. Узор. Он украшает, конечно, нашу жизнь. И вот из примеров художников мирового значения, которые нам представили свои работы за всю свою жизнь, главным орнаментальщиком, конечно, был у нас Климт. Густав Климт. И он настолько эти орнаменты разнообразил, вот я сейчас буду показывать вам репродукции Густава Клинта, он настолько эти орнаменты разнообразил, что украсил свои произведения орнаментом, наверное, на три четверти орнамента было. И одна четверть была, допустим, классического портрета, да, или классического рисования руки или ноги. Все остальное было переплетено золотыми, и вот многообразиями желтых, оранжевых, красных, каких-то орнаментов, которые соответствовали духу этой женщины. Всего лишь реализма. Посмотрите, сколько. Ну, одна четвертая, наверное, все остальное орнамент. Красота неимоверная. Мы с Владимиром были в этом году, вернее, в конце прошлого года, на выставке Густава Клинта, и мы поняли, откуда, откуда эти все орнаменты образовались. У него была дача. Такой домик себе, ну, деревянный где-то там, на окраине, где он жил, да, в Европе. И там было множество полевых цветов. Значит, сначала он просто рисовал этот домик деревянный, растения там, перечислял все эти цветы, маки, ромашки, разнообразные колокольчики, потом ему это надоело. И он начал из этих цветов делать орнаментальные композиции. То есть, в некотором случае повторять их, в некотором случае умножать их, в некотором случае переворачивать их вверх ногами, да. И вот такие вот переплетения вот этих цветов, растительного орнамента, и оказались самыми-самыми драгоценными в окружении потом его вот этих нимф, которые лежат, плывут, мечтая там о любви. И вот давайте еще посмотрим Климта. Его известные портреты, когда ему уже мало было цветов, и он просто запускал в окружение женских образов вот такие геометрические золотые, такие как печатки, золотые печатки. И я уверена, что все кусочки своего орнамента он сделал для себя, отталкиваясь от реалистических любимых форм. Допустим, ромашковый орнамент, потом у него очень часто повторяется роза, вовнутрь скручивающаяся, как, знаете, символ бесконечности, вовнутрь уходящая. Потом, что у него еще есть? Ну, конечно, трелистник, это беспрерывно идет. Потом он начал вводить уже и птичьи, птичьи вот такие вот штампики. Он брал уже не флору, а фауну, и он, вот посмотрите, сколько здесь фауны. Я уже показывала эту работу. Сколько здесь птиц, скорее всего, ему послужило перо павлина. Перо павлина, помните, какой там орнамент у него в конце этого пера, да? Сплошные овалы, овалы превращающиеся в сердечки. И вот, смотрите, мы с вами можем и в природе вот такое наблюдать. А ну, Паша, покажи вот здесь вот анютины глазки. Вот смотрите, вот засушенные гербарии цветка анютины глазки, они не похож ли вот этот кусочек на перо павлина? Сто процентов. То есть здесь идет еще и переплетение флоры и фауны. Еще посмотрим, да? Он часто рисовал театральных актрис в их одеждах. Эти одежды он превращал в такие какие-то монументальные орнаменты, которые даже переплетались с, сейчас вам скажу, с оркестровыми инструментами. Вы знаете, спектакль идет, да, актриса играет, там, Соломея, еще кто-то там, ну, актриса этим в огромных каких-то красивых одеяниях. А впереди оркестр, да, который сопровождает эту оперу, да, и он переплетал одежды актрис с какими-то музыкальными инструментами, там, с грифами скрипки, там, альта, еще с барабанными палочками. То есть и получался вот такой вот орнамент какой-то космический, который окружал эту женщину и очень много говорил о ее духовном состоянии. Вот посмотрите еще, да, как он окружал территорию жизни, да, вот территория жизни семьи. Все знают, что это все закончится территорией смерти. Для территории смерти у него были свои орнаментальные знаки, ну, основанные на крестах и прямоугольниках. То есть мы смотрим себе, когда мы что-то рисуем, и у нас идет орнаментальный знак креста и похожего на могилу прямоугольника, мы сразу это перестаем рисовать, потому что территорию смерти лучше не рисовать. Вот очень хочу вам показать два климта графических, вот у меня есть. Это заказные работы, которые он делал, росписи. Он делал росписи в каких-то там общественных замках, в каких-то общественных, ну, то, что ему заказывали, да, в каких-то домах общественного посещения. И вот посмотрите, обнаженную женщину простую, которую он считал тоже орнаментальным каким-то слепком таким, да, он ее окружал различными витиеватыми орнаментальными такими нежными рисунками. И получалось уже штамп картины, которая нас как-то замысловато приводит к ее внутреннему состоянию. То есть у климта орнамент обязательно говорит о духовном состоянии изображаемого человека. Вот еще обнаженка, вот такая вот девушка, и рядом орнаменты, которые Древнюю Грецию прославляют. Так, дальше пошли. Вот какой-то такой орнамент, который похож на... Он часто делал пригласительные билеты на спектакли. И вот надо было завлечь людей для того, чтобы они пришли на этот театральный спектакль. Видите, театральную маску держит актриса. Ну как их завлечь? Их надо вот такими вот загадочными рисунками какими-то, да, обвить, чтобы вот этот вот пригласительный билет стал штампиком таким, как произведение искусства маленькое. И, в общем-то, Климт, конечно, он у нас главный представитель орнаментов. И мы очень счастливы с Володей, что мы посетили его выставку и увидели живьем, как он это делает. Но не только Климт это делал. Давайте посмотрим и других художников. Почему художник скучен без орнамента? Давайте посмотрим, кто у нас главный, да, в мировых звездах. Гоген, да? А ну-ка посмотрите, есть орнамент? Конечно же. Вот он сам Гоген, который на вот этом вот, на этих островах, он там развернуть, да? Вот смотрите, Гоген на островах, он тоже не просто рисовал этих девушек, да, островитянок. Он обязательно на их одежды, как бы, такую печатку листьев или печатку плодов вот этих экзотических. И посмотрите, вот сам его портрет. Если убрать вот этот орнамент сзади, разве бы мы могли понять его суть, да? Если бы была бы просто стена серая. Нет, вот он сказал нам этим орнаментом, что самое сильное вдохновение у него было на экзотических островах. Вот они, эти девушки. То есть он на этих островах его раскрепостило. А кто? Конечно же, природа. Конечно же, эти разломанные манго, разломанные какие-то экзотические фрукты. И сами девушки, они тоже как экзотические фрукты. И посмотрите, как орнамент используется красиво. И как яркие цвета, они нам оптимизма придают обязательно. Вот еще он, смотрите, Гоген. Прямо как будто бы детский рисунок, как будто бы рисовал ребенок. Но, если присмотреться, ни один цвет нельзя убрать. Ни один цвет нельзя подставить, да? Если вот начать, да, размышлять над этой работой, то она идеальна в своей гармонии. Да, вот так как-то скажем. И давайте, кто у нас еще? Ван Гог. Разве можно представить Ван Гога без орнамента? Посмотрите, сколько раз он нарисовал этого почтальона. И везде с разным настроением. А лицо одно и то же. Вот, я вам сейчас показываю. Примерно одно и то же лицо. А посмотрите, орнаменты разные. И получается, и разное настроение он несет. Допустим, письма грустные. Письма несет радостные. И у него на лице все написано. И на этом орнаменте все сказано. Флористический орнамент. Так, кто еще у нас орнаментом очень хорошо? Пользовался. Так, это Клод Мане. Нет, это не Клод. Это второй Мане. Эдгар Мане. И вот, посмотрите, как он. Это заказной портрет. Но эта дамочка даже не просматривается ее лицо. А все внимание обращено на ее вот этот вот восточный наряд, который с такой любовью прорисован. И, конечно же, этот портрет, ну, он очень долго писал. И вырисовал все орнаменты и на веерах, и на одежде восточной. И немножко досталось лицу, так скажем, да? Но мы даже не всматриваемся в черты лица, потому что вот это буйство красок нас утягивает туда. Так, вот кто это у нас? Зам Матис. Матис, посмотрите, как он, делая просто обычную комнату, да? Он зацепился за узоры каких-то ковров и развил этот орнамент, закрутил так, что все это образовалось. Даже не просматривается ни стол, не просматривается ни кушеточка, ни ваза с цветами. И он все это завил вот таким орнаментом. И нам даже не надо знать, куда садиться, да? И как нюхать эти цветы на столе. Мы просто купаемся в этом буйстве орнаментальных вот таких переплетений. Ну, опять же, цветочный орнамент. Вот. Сейчас еще покажу любимого нашего Врубеля. Посмотрите, его акварель. Акварель, да, которую он сделал, находясь в обучении в Академии искусств, в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Это акварель. Вы представляете, как вот эту обнаженку, которая позировала, надо было этими орнаментами облечь, чтобы тело девушки смотрелось материальным и чтобы нам не застрять на рассматривании орнаментов. И вот, посмотрите, как он в начале своего творчества, да, работал с орнаментом. А теперь посмотрите, шестикрылый Серафим. Ушел он от орнамента? Даже не думал. Он, наоборот, каждый свой мазок, да, вновь намешанный, использовал для того, чтобы создать переплетение, красивое переплетение и цвета, и формы. Вот, конечно же, его, сейчас покажу, девочка на персидском ковре. Я стояла возле нее, и я видела, какой вот этот персидский ковер был главным, да. Девочка, нежно просто ее лицо, немножко нежно руки реалистические, все остальное переплетение орнаментальное. Там столько цвета, там одних фиолетовых и розовых, ну, я думаю, наверное, 30 штук, если не больше, если стоять записывать, цветосочетание. Такая фотография никогда не передаст качество. Фотография никогда не передаст качество, только надо стоять возле живой работы, кстати, она очень большая. Она размером где-то 120 на 90, и там просто можно погибнуть в той работе, она не отпускает. Начинаешь смотреть вот эту розу, вот это платье, композиционный центр, конечно, вот там, где она держит розу. И вот эта роза как бы раскручивает свою вот эту спираль по всему, по всему, сначала по платью, потом по манисту, потом по ковру. И вот так вот закручивается, понимаете, и такой какой-то вихрь красок. И вот будем учиться. У Врубеля тоже. Сейчас покажу вам. Конечно же. Ну вот его сирень, да, когда он писал девушку, у него была задача показать при заходе солнца, сирень еще продолжает светиться. Солнце зашло, а сирень продолжает солнечный свет как бы отщелкивать. Так, как же подвинуть, чтобы было видно, да? Нет, качество печати оно никогда не покажет. Девушка в кусте сирени, и сирень как орнамент. Как орнамент. Давайте посмотрим. Шестикрылый серафим. Хорошая вещь. Вот, очень крутая вещь. Давайте посмотрим. У него была жемчужная такая пепельница. Ему подарили жемчужную раковину как пепельницу. Но он ее не рассматривал как пепельницу, а он ее просто заглядывал туда. И он видел там каких-то русалок, он видел там какие-то подводные миры, он видел там какие-то скалы, возможно. И тоже орнаментально, посмотрите, закручивал. У него все в спираль закручивается. Вы понимаете, вот это спиральное закручивание вовнутрь вот этих женских тел. И пошли-пошли дальше орнаментом какие-то растения и камни. Ну, конечно же, вот сильнейший орнамент. Это демон сидящий. Он даже уже перестал рисовать реалистическую форму человека. Он начал даже из мышц вот этого демона сидящего, он начал делать орнаментальный фриз. И, конечно же, эти цветы каменные он делал орнаментально. Так, посмотрим еще кто у нас есть. Вот хочу вам показать Шардена. Вы знаете, мы привыкли, что Шарден всегда это натюрморт. Но он, потом ему натюрморт стал скучен, и он начал делать вот такие вот бытовые композиции. И вот смотрите, вроде бы нет орнамента, вроде бы все реалистически красиво нарисовано, да, правильно. Но достаточно на голове у нее одеть какую-то такую вот шапочку с маленьким орнаментом и где-то какую-то туфельку или кусочек скатерть сделать с минимальным орнаментом. И уже композиция делается, ну, сказочной и интересной. Так, ну, конечно же... То есть зритель воспринимает орнамент как какую-то загадку, да? Которая всегда его держит внимание в этой картине. Ну, конечно же, ну, наш друг, мы его обожаем, да? Учитель Вермеер Дельвский. Посмотрите, четко запрограммирован орнамент голландского пола клеточного, да? А все остальное можно уже расслабиться и делать реалистически. Все, орнамент уже успокоил человека. Орнамент имеет привычку успокаивать человека, потому что он знает, из чего он сделан. Из квадрата, из прямоугольника, из треугольника, из круга, из овала, из трапеции. То есть самые простые геометрические формы. Вот он. Видите, тоже кусочек окна прямоугольного, немножко пола, да? И все, уже человек спокоен. И он уже спокойно воспринимает вот эти витьеватые линии светотеневого расположения фигур, так? В интерьере. А вот сейчас я хочу вам показать вот эту молочницу, да? Смотрите, вроде нет орнамента, да? Но на рукавах немножко орнамент есть. И посмотрите, натюрморт составлен так, что как будто бы, как у Врубеля, да? Как будто бы набросан орнамент в расположении фриза, да? Когда один предмет переходит в другой. И посмотрите на маленький кусочек орнамента. Это вот этот молочник, да, синий с белым, голландский, да? Это ихний, да, вот такой вот национальный горшочек. Как он держит ситуацию и как зрение ее вот сюда вот тянется. Не только к этому молочному потоку, но и к этой вазочке, которая орнаментальная. Она все равно как лекарство говорит человеку. Успокойтесь, в этой картине будет все хорошо и правильно сделано. Никаких линий, которые вы не знаете, не будет. Здесь будет все понятно и просто. Прямоугольники, треугольники, трапеции, да? Вот еще посмотрите, как он использовал орнамент на передней части своих картин. Он выкладывал огромный такой тяжелый ковер. И вот мы были возле этих работ, тоже с Вовой, в Лувре. И мы видели, как написан этот ковер. И мы теперь поняли, откуда ноги растут у орнаментов вобеля. Этот ковер маленькими мазочками сделан. Каждый мазочек написан своего цвета. Он как будто бы рассыпанные вот так вот, рассыпанные бусы или камушки рассыпанные, так? В общем-то, маленькие работы, но они настолько красивые. Им вот эти орнаментальные вставки дают очень нарядность такую. Так, кто еще у нас? Вот Казимир Малевич. Разве это не орнамент? Посмотрите, купание красного коня. Стопроцентный орнамент. Потому что он был сильнейший декоративщик и взвешиватель пространства. Посмотрите, как он взвесил пространство. И как он этого красного коня как бы успокоил вот такими вот кусочками изумрудного цвета. И все это он переплел, и получился такой штампик. Штампик. Незабываемый штампик. Это орнамент. Вот посмотрите, Кузьма Петров-Водкин. Вот это графика его. И посмотрите, как графика сделана. Да, вот мать убаюкивает сына. Посмотрите, или что она делает? Она письмо читает вместе с сыном. Посмотрите, как везде вставлен орнамент. Скатерть в клеточку. Ее одежда в какой-то кружочек. Почему это сделано? Потому что сама ситуация очень тревожная. Это значит, что у нас была гражданская война, и писем боялись люди. И когда приносили письма, они читали с дрожью в руках. И ситуация, когда мама читает сыночку, что папа погиб, допустим, или заболел на фронте. То она успокоена, эта ситуация, вот такими орнаментальными вставочками. Вот еще здесь есть. Посмотрите, какой тревожный взгляд ребенка. Тоже, наверное, и голодный ребенок, и все. Худенький. А вокруг него мир орнаментальный. То есть его фантазия во все стороны себе ткет, допустим, свое будущее. Вот графикой мы можем тоже так действовать с вами. Когда мы на кончике карандаша что-то такое делаем, что нас успокаивает, уравновешивает и делает нас, можно сказать, счастливыми. Потому что память руки, память нашего тела, она может нас сделать счастливыми. Мы очень редко, кстати, наблюдаем за своими руками, а они делают какие-то действия, вот как я сейчас сделала. Чтобы чуть-чуть успокоиться с этими орнаментами. Я просто налила себе чаечка и глотнула его. Кто это сделал? Это сделали мои руки, рот, организм, который проглотил этот чаек. Так, вот еще какой пейзаж Кузьмы Петрова-Водкина. Очень. Вроде бы, да, индустриальный. Ну, посмотрите, как он напоминает просто узор. Даже бы мы согласились на такой узор где-то на подоле своего платья. Да, допустим, платье в пол и внизу вот такой узор, он бы хорошо нас успокаивал. Вот его Мадонна. Я не скажу, что это орнамент, но тяготение его к декоративным плоскостям в переплетении друг с другом, да, она и создает вот этот орнаментальный круг, который притягивает нас все равно к головочке Иисуса и к косынке Марии. Вот композиционный центр. Как бы тоже вот так по кругу притягивает вот сюда. Так расположены цветовые пятна. Так, Кузьма Петров-Водкин. Молодец. А вот Брегель. Мы Брегеля сейчас изучаем очень хорошо. Посмотрите, крестьянский танец, так. Посмотрите, как он использовал столько цветов для того, чтобы как будто бы, вот знаете, наклеенные бумажки, да, в красивом расположении. Как дети часто делают. Знаете, вырезают много-много цветовых кусочков, любых, да, и начинают их приклеивать на белом листике. И вот у детей надо учиться вот этому расслабленному, как поведению этих кусочков, да, цветовых. И вот он, Брегель, из-за того, что он очень много трудился, очень много рисовал, он сделал вот такой вот слепок танца, который нам напоминает изысканный орнамент. Да, посмотрите, все переплетено в гармоничном таком движении. Вот еще кусочек нашла, одну работку гениальную, которую, это апофеоз работ, любимых самим художником. Значит, Врубель больше всего любил свою работу демон падший. И посмотрите, вот эти как раз и откуда он и пошел, ну, списывать с реализма орнаменты. Вот эти листья, не листья, а, сейчас вам скажу, хвосты птиц этих, павлиньих. И он взял его падшего ангела, страшное лицо, страшная поза поломанная, да, но надо было как-то это украсить и успокоить. И он завьючил и вот этими вот красивыми орнаментами перьев птиц и даже горы он выстроил в горизонтальный орнамент. И вот сейчас давайте я вам покажу, как можно, сейчас глоток чаем, и как можно в природе. Вот наша природа, да, допустим, нырнули, да, вы где-то на каком-нибудь Шар-Мальшейхе, да, и увидали, что подводный мир, подводный мир, это сплошные плавающие орнаменты. Каждая рыбка создает свою цветовую гамму, каждая рыбка показывает, какая она красивая в своей полосатости или в своей, допустим, цветистости, да, там у одной рыбки я насчитала, по-моему, 9 или 10 цветов. Ну, конечно, очень красивое место подводное. И, конечно, сами кораллы, которые нельзя трогать и нельзя срывать, потому что они очень растут долго, их надо беречь. Они такие орнаментальные, такие красивые. И я там с одним подружилась кораллом. Он шел, знаете, какой формы, сейчас я вам покажу, он шел формы, закручивающиеся вовнутрь. Вот, допустим, знаете, какой он был? Он был, вот такое плата у него было, и он вот так вот закручивался вовнутрь, а потом он уже превращался в цветок. И вот такими плоскостями, да. И, конечно, он кричал, я самый красивый, я самый изысканный. Я с ним здоровалась, когда ныряла. Вот он состоял из таких вот веточек, которые плавно закручивались вот в эту вот глубину. Вот, мы знаем такие орнаменты. Вот они, видите, разнообразие орнаментов, это столько-столько всяких форм и растительных, и животного мира, вон лисичка, и птичьего мира, и, конечно же, геометрических тел. Ну, давайте сейчас самые простые геометрические тела я вам покажу. Смотрите. Ну, вот, давайте. На чём больше всего успокаивается человек? Вот первое скопление геометрических тел. Это квадрат, и это круг. Это самые любимые геометрические тела человека, так? Они, когда люди видят вот эти вот геометрические тела, они успокаиваются, они знают, что это незыблемые вещи, которые их, ну, не растревожат. Вторая группа, которая уже начинается, небольшая тревога. Это прямоугольник, и это овал. Да, уже может быть какая-то тревога, и такая, как знаете, расшатанность чуть-чуть. Я всегда привожу пример. Если человек придёт в ресторан, и будет стоять овальный столик, и круглый, он сядет за круглый столик. Да, если придёт куда-нибудь, да, где-то во что-то играть, да, в игральную комнату, и будет прямоугольник и квадрат, он сядет за квадрат. Здесь ему спокойнее будет. Третья группа предметов – это треугольник 90 градусов, да, и ещё другой треугольник, который одинаковые стороны. Равнобедренный, да. Четвёртая группа предметов – это ромб. Вот он. И это трапеция. Вот эти предметы уже сильное волнение вызывают у человека. И вот давайте мы посмотрим, да, как можно из любого из них сделать орнамент. Давайте, допустим, квадрат. Вот у нас есть квадрат, да, но он пустой, скучно там, да. Но если мы вот сюда вставим листик, да, какой-нибудь, вот нам, допустим, листик позирует, да, вот он листик у нас, листик какой-нибудь, и нарисуем вот эти вот жилки, так. Всё, у нас уже он интересный, да, этот. А если ещё цветом возьмём и тоном, будет ещё интереснее. Допустим, круг, да, давайте вот круг. Скучно просто круг, да. А если мы сделаем, допустим, носик, головушку, в круг впишем уточку, да, такую вот, уточку, уже будет как-то, или чайку, да, там, уже будет как-то интереснее, да, и крылышко сделаем ей какое-то интересное, да. Допустим, дальше идём прямоугольник, да, просто прямоугольник. Если мы этот прямоугольник просто разделим пополам, да, разделим пополам и покажем какие-то жилки ёлочкины, да, как ёлочка, когда падает, вот она. Уже интересно, сейчас я возьму другой фломастерчик, с вашего позволения, да, допустим, овал, давайте. Опа, это фломастерчик белый. Сейчас, секундочку. Давайте, вот овал. Вот она, рыбка, да, наша. Овал превращается в рыбку. Уже интересно, да, там можно, конечно, вот эту чешуйку сделать у неё. А, допустим, в обратную сторону такой овал, рыбки целуются, да, и вот такой фризовый пошёл овал, то есть фризовый узор из рыбок пошёл. Дальше кто у нас пошёл? Допустим, нам попался ромб, да, такой вот ромбообразный геометрический предмет. Ну, что мы можем с ним сделать? Всё, что хотите, да, допустим. Вот такой орнаментик. Какого-то расцветшего цветочка. И уже он у нас нарядный, да, получается ромб. И вот что ещё там? Ну, допустим, треугольник, да, вот такой. У нас есть, да, ну, что мы можем? Какое-то соцветие сделать, да, допустим. Расцвёл какой-то цветочек, да. О, вот уже он какой-то нарядный. То есть мы с вами обязательно будем, вот смотрите, какой красивый, обязательно будем вот так действовать. На первом занятии будем из простых геометрических форм сначала делать орнамент. Посмотрите, какой красивый орнамент. Сейчас точно не помню фамилию художника, но это тоже известнейший художник. Знаете, каких дягилевских сезонов. Сейчас дайте Бог вспомнить его. Ну, посмотрите, какой изысканный орнамент он сделал из лилии. Это лилия. Поэтому мы, когда будем делать флористический орнамент, я попрошу вас принести с собой букет любимых цветов. Ну, или соцветий, так. Сейчас, вот так. Посмотрите, как соцветия можно, да, символизировать в простые формы. Любые соцветия любых цветов, будь то роза или ромашка, самая простая. Их можно нарисовать простым детским рисунком, который напоминает геометрические вот эти. То есть упрощение форм всегда создает, ну, такую какую-то интересную простоту. Простота, вот, она очень важна в орнаменте. Вот, посмотрите, какой флористический орнамент, который, я думаю, это подводный мир. Вон они медузки, да, и вон они кораллы. И посмотрите, скорее всего, что это какие-то обои, потому что, видите, вот такими прямоугольниками и по цвету красиво. Вот орнамент, сделанный из человеческих фигурок, да, допустим. Вот орнамент, сделанный из луга. Там, где пасутся какие-то животные, какие-то ежики, какие-то птицы. Оно все равно смотрится таким штампом. Посмотрите, сколько здесь животных много. Мы, когда будем делать орнаменты с животных, я вас попрошу принести фотографии любимых животных, которых мы будем стилизовать и превращать их в орнаментальную форму. Вот они, наши калейдоскопы, да. Вот, посмотрите, какой цветовой идет штампик орнамента, который бы украсил любую ткань, да. Любую ткань вплоть до той ткани, которую вы рисуете. Вот, допустим, вот посмотрите, вот эту работу Владимира Ильичева, называется она «Белый выход». То есть балерина, да, отдыхает перед тем, как начать танцевать танец. И, посмотрите, если бы просто сидела, да, девушка, да, и не было вот этого вот орнамента, не было бы той театральной такой, знаете, торжественности, когда, ну, балерина танец превращает в произведение искусства. Сейчас еще покажу, ну, допустим, вот эта моя работа «Растворенная усталость». Это все на композиционном классе или на портретном было сделано когда-то в какие-то годы. На «Блекольт». «Блекольт». А если я вот так поставлю? Нет, в другую сторону. В другую сторону. И вот, смотрите. Еще. Вот. Ага. Теперь я не вижу. Смотрите, вот здесь маленький орнаментик уже создает настроение ее выражения лица. И здесь вот эта юбка, которая превращена вундерскерт, это тоже орнамент из трапеции, да, это юбка подставная, да, такая каркасная. Вот они, трапециевидные кусочки. Она тоже как бы делает интересным этот набросочек. Это же не живопись длительная, это набросочек такое вот состояние, да. То есть маленький орнамент тоже может спасти. И сейчас я вам покажу, вот как маленький орнамент улучшил, намного улучшил работу Татьяны Богомолкиной, которая стала нашей уже профессиональной студенткой, профессиональным художником под нашим руководством. И посмотрите, как вот этот орнаментик на переднем плане сразу все рассказал об этой обнаженной девушке. У нас есть класс Ню, который мы начинаем, вот буквально завтра, да, мы начинаем класс Ню. И вот мы будем рисовать, как вам сказать, не сразу просто обнаженных женщин, да, мы будем где-то их обволакивать какими-то шелками, какими-то головными уборами, какими-то фонами цветными. Обязательно, чтобы участвовал орнамент, потому что, ну, можно, конечно, нарисовать полностью обнаженку, которая будет молчать, да. Но мы обязательно должны рассказать о ее духовном состоянии. Для этого нужно и цветовое наполнение, и орнаментальное, и, конечно, композиционное наполнение. То есть, без вот этого орнамента не состоялся бы этот образ, вот так я скажу. То есть, завтра у нас начинаются прямые трансляции с класса Ню, но не курс, а маленькое-маленькое занятие длительностью 4 часа. Что у нас будет? Два часа графики и два часа живописи. Два часа живописи. И живая натура. Да. Который мы попробуем начать класс Ню с нашей главной группой студентов, которые стали нашими, как сказать, художниками. Мы с ними всегда рисуем вместе. Это Александр Никитенко и Татьяна Богомолкина. Ну, я имею в виду, что мы, наконец-то, начинаем транслировать это в интернет. А, ну, транслировать? Да. И мы даем специальные условия, очень такие скромные, с очень большой скидкой. Поэтому, кто не записался, записывайтесь обязательно на завтра. Это будет у нас такой, как пилотный проект, потому что трансляции обнаженных натурщиков и натурщиц, это, как бы, очень сложная техническая ситуация. Да. Вот. Вот завтра будем пробовать. Там совершенно скромная стоимость, поэтому записывайтесь, и будет запись, потом у вас останется, конечно. Ну, для тех именно, кто на вебинар придет, будет специальная цена. Вот пример Блейтен Сокс, когда мы лезвием, да, вышкрябываем орнамент на какой-то одежде, которая не имеет главного, ну, как бы сказать, композиционного покрытия. То есть, ну, темная какая-то одеждочка, да, ну, для того, чтобы подержать вот этот красный боди, да, купальник, мы быстренько на этом темном кусочке вышкребали какой-то орнамент. Лезвием. И вот лезвием. И, конечно, на голове у нее сделали, да, восточность какую-то, дабы показать ее состояние духовности, и, допустим, восточной такой духовности она готовится станцевать восточный танец, или после танца она находится. Поэтому наша главная задача, сейчас еще одну работку я покажу, это заставить свой орнамент... Оставь ее там, если можно. Да, вот я ее здесь оставлю. Смотрите, вот у меня есть такая композиция, мы с Володей когда-то делали ее. Она называется, знаете как, она называется... Для одиночества нужен простор. Это по какой-то песне, да, мы назвали. И вот посмотрите, сколько здесь орнаментов. Возможно, это работа и несовершенна. Но я ее все равно люблю из-за того, что вот эта собачка в вот этом вот интерьере осталась одинокая. И она ждет хозяина. И вроде бы вот в этом зеркале проявляется образ белогвардейца, который зайдет сейчас прощаться, да, допустим, со своим интерьером и будет уезжать. А собачка думает, возьмет он ее с собой или не возьмет. И вот по лицу собачки, да, вот композиционный центр раскручивается. Но для того, чтобы поддержать, что это белогвардейский офицер был в богатом таком убранстве, жил, да, которое потом все разрушилось. То есть стул, посмотрите, каким орнаментом выработан, да, на шлепком. И почти такой же примерно орнамент по цвету идет на обоях. Вот он. Даже кусочек, даже кусочек может сказать о дворянском происхождении этого белогвардейского офицера. Ну и голландский пол внизу тоже может как бы сказать о том, что было все очень качественно и хорошо раньше. Так, а мы с вами, а мы с вами последнее слушаем, что я скажу. А я скажу вам такое. Смотрите. Какой бы мы орнамент с вами не придумали, какой бы, мы должны придумать с вами на этих трех занятиях. Первое занятие у нас будет орнамент из геометрических предметов, да, который мы, возможно, с вами выстроим, да, там, перевернем. Обязательно возьмите все, что я написала вам, чтобы у нас все было. И копирка, и все инструменты, которые я написала, циркуль, там, все возьмите с собой. Потому что мы будем переворачивать по розе ветров, север, восток, запад, юг. Вот, юг. Мы будем переворачивать этот орнамент, чтобы он превратился в штамп. Это в первом дне мы будем делать. И обязательно цветовая гамма у нас будет, где-то цветные карандаши, да, мы будем обязательно, возьмите множество отточенных цветных карандашей, мы будем цветовую гамму придумывать этого орнамента. Для чего нам нужен этот орнамент? Да вот для того, что, когда мы с вами напишем, допустим, обнаженку, да, и мы находимся в таком захвате, как вам сказать, когда натура уже устала, уже надо быстренько завершать, а мы не можем никак поймать ее, допустим, обнаженную плоть, чтобы она выглядела, ну, как вам сказать, в композиционном цветовом таком штампе, нам обязательно нужно где-то подставить орнамент, обязательно. Но мы же не будем с вами, натура позирует, а мы бросимся искать чужой орнамент. Нам чужой не нужно, нам надо вот этот свой взять и быстренько где-то подставить. То есть, если мы разработаем свой орнамент, мы с него же потом научимся делать наброски, понимаете, чтобы он был памятью нашей руки. Вот для чего это все затеяно. Я сама знаю, что мне этого не хватало. И сейчас я вам покажу одну художницу, только надо очень близко это Паша показать. Ее зовут Лариса Нестеренко, она наша подруга. Посмотрите, как она... Вот Ларисочка, так, близко можешь показать? Да, сейчас секунду. Лариса с нами... Поставь, смотри. Поставлю вот так. Почти, что она может... Смотрите, Лариса, она с нами когда-то и рисовала много. Сейчас она практикует в Москве, пишет книги и тоже и рисует. И посмотрите, что она творила по воображению. Ее рука рисовала свои орнаменты. И вот эти люди сидели, да, клоуны из масок, я помню, у нас в мастерской, они сидели, просто с нами разговаривали. А Ларисе не надо было их полностью рисовать. Ей достаточно было энергетически с ними сотрудничать. И посмотрите, что она... Каких узоров наваяла вокруг них. Это графика. Но эта графика живописная, и она настолько утонченная, что Лариса держится прямо за каждый кусочек, как бы, как вам сказать, медитируя. И превращаясь в счастливого художника. Она счастливый художник, потому что она может любой образ взять и, вынув из себя орнамент... Видите, орнамент цветка пошел. Эти два клоуна как бы из цветка выросли, так? Но до этого, посмотрите, сколько она еще поделала орнаментов, исходя из обнаженной модели, да? И вот какой-то рыбкой она ее заткала орнаментальной, да? Какими-то там, как вам сказать, подводными кораллами. И сразу это получилась нимфа морская, да? Потому что она здесь морской орнамент сделала, да? А вот посмотрите, как она просто обычную рыбку взяла и ее насквозь просвеченную, она ее превратила в волшебный орнамент. И посмотрите, и вот верите, это все происходило на моих глазах. И вот это вот, когда делалась эта рыбка, Лариса просто расслабленно это все делала. И тут же болтала с нами, и тут же смеялась, и тут же мы кофеек пили, а произведение искусства делалось. И вот посмотрите, какой казус получился. Вот видите орнамент, да? На самом деле, на самом деле, это перепутали и напечатали вверх ногами. А вот на самом деле, это цветок какой-то или лотоса, или... Лариса брала любой цветок, да, и из него выстраивала целую гору орнамента. Вот она и сейчас это делает. А вот, допустим, сидел у нас вот такой вот восточный юноша, да, какой-то, с какой-то ракушкой, раковиной в руках. И посмотрите, как она его орнаментально, такими кусочками белой краски, как будто бы вокруг него его аура. Вы понимаете, она орнамент превращала, и по сей день превращает, в одухотворенность самого человека, да, в одухотворенность этого цветка. То есть, Лариса, у меня пример орнаментального такого. Вот, посмотрите, портрет. Вот эту женщина, да, театральная у нас сидела в мастерской. Посмотрите, сколько она здесь завьючила. Вокруг нее тканей различных. Посмотрите, от головного убора она отошла. Розы были, а потом трелистники пошли. А потом какие-то кругленькие нежные узоры пошли. А всего лишь, как у Климта, вспоминайте, реализма-то утонченного всего лишь 20%. Да, все остальное орнаменты. Красота необыкновенная. Нежность по цвету, посмотрите, какая. И вот девушка, обнявшаяся с ракушкой. Мы же морские здесь в Одессе, да, и раковины часто вокруг нас. И вот Лариса много морского такого рисовала. И посмотрите, как она их закрутила. И ракушка просто такая неотъемлемая от женского образа. Ну, я считаю, что Лариса гениальная рисовальщица вообще. И если брать пример художника, который рисует по воображению, то Лариса Нестеренко одна из первых. По крайней мере, мне знакомых людей. Вот посмотрите, какие орнаменты сделаны из каких-то растений, которые у нас не растут, а в каких-то девственных лесах, допустим, Южной Америки. И посмотрите, какой орнамент составлен, да. Вот самый простой орнамент из таких, можно сказать, что орнамент детского сада, да. Когда стилизуются лисички, птички стилизуются для детей. И делается такой детский орнамент. А вот уже смотрите, какой пошел более серьезный орнамент, который похож чуть-чуть на индейский, да. И вот индейцы, и потом какие-то племена в Африке, они применяют беспрерывно орнамент. И даже орнамент считают своим защитным амулетом. Да даже вот взять, сейчас вам покажу. У меня есть такой амулет защитный, салфетиш. Посмотрите, вот он. Это же самый настоящий орнамент, который состоит из шариков, да, и каких-то тарелок, да, и каких-то прямоугольничков закрученных. Вот блок, 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 блок. Но здесь запечатаны 33 креста. Поэтому он охраняет очень хорошо. Посмотрите, какая застежка здесь интересная, да. Она тоже орнаментальная. Вот она, видите? То есть вы и на себе тоже орнаменты наблюдаете, да. Вот, допустим, браслетик, да. Сейчас, сейчас. Вот браслетик. Прямоугольник, квадрат, прямоугольник, квадрат. И он успокаивает меня. В общем-то, ждем вас на всех трех орнаментах. И мы потом, составив первый день, орнамент простой. Во второй день мы с вами обязательно сделаем орнамент из растений. Во второй урок. И в третий урок мы обязательно с вами составим орнамент из животного мира. Или из птиц, или из рыб, или из любых животных, которых вы принесете. Допустим, фотографии каких-то животных, которые вам нравятся. Мы их стилизуем, а потом из них сделаем орнамент. Самое главное, что будет потом, это... Смотрите, мы когда сделаем с вами орнамент, мы возьмем карандашик. В конце каждого занятия мы возьмем просто отточенный карандашик и будем пытаться делать набросок собственного орнамента, дабы его запомнила наша рука. Для чего мы это будем делать? Прямо с нашего наброска будем делать. С нашего орнамента будем делать набросок. Для того, чтобы его превратить в собственное баловство, в собственный штамп какой-то. Понимаете? Для того, чтобы потом, не смущаясь, вводить его в любую композицию, которую будем заканчивать. Орнамент всегда идет в конце, когда вы уже написали, допустим, образ, а вам надо где-то поддержать ее духовное состояние. Вот оно, духовное состояние ее. И по цвету, и по форме. Индское состояние, женщина. Здесь нет воинствующих никаких атрибутов орнамента. То есть это же индская территория, которой она владеет и она командует в этой. А если бы мы сделали здесь орнамент из якорей, оно бы не соответствовало ее духовному состоянию. То есть наша задача составить свой орнамент, сделать с него набросок и приучить свою руку, чтобы этот набросок стал нам главным помощником в заканчивании наших работ. Договорились? И мы вас ждем, потому что нам самим это очень надо. Потому что столько орнаментов, сколько у Ларисы Нестеренко, она достает из своего воображения, нам надо наработать. Ждем вас? Хорошо, да, будем тогда работать над орнаментами. И смотрите, вот этот маленький курс, который мы запланировали, он является таким, как бы определяющим исследованием для очередного улучшения ваших произведений искусства. Да, то есть мы стараемся то цветовыми палитрами, да, вот недавно у нас что было по серому цвету исследования, да, которое тоже очень важное, да, из раздела цветоведения. Потом у нас было ну много таких вот исследований, да, подмалевки, да, второй курс подмалевков, да, то есть это то, что необходимо для того, чтобы произведения искусства стали интересны зрителю, чтобы он каждый раз, когда бы он не подходил к... Сейчас я сяду, сяду рядом, расскажу. К вашему произведению? Да, чтобы ему всегда было интересно. Вот мы работаем со многими клиентами, да, которые приходят к нам. Сейчас я попытаюсь в кадр попасть. О, привет. Можно мячейку? Да. Мы работаем с очень серьезными клиентами, которые в нашей галерее становятся коллекционерами, расширяют свои коллекции. И та уникальность, да, произведения искусства, которые мы предлагаем, она удерживает внимание. И что говорят наши коллекционеры? Это произведение искусства стало частью нашего... и все время что-то интересное. Несут информацию какую-то. Да, то есть картина должна нести информацию. Просто нарисовать, перерисовать, перекопировать человека или предмет в натюрморте. Это неинтересно. Это уже настолько банально. Да, это имеет место быть, да, такая вот жесткая, махровая, реалистичная живопись. Но она скучная. И она как учебная. Она как учебная. Я хочу еще сказать тебе один секрет. И вам всем. Все, что мы предлагаем вам как учебное, ну вот дальше, да, мы идем, там у нас есть план, ну, что нам рисовать дальше. Это мы все делаем для себя с Вовой. Нам уже надо еще больше занимать территории красоты. Нам уже скучно в учебных, реалистических, допустим, даже в тех же обнаженках. Нам надо уже их вписывать в какие-то орнаменты. Нам надо уже делать там странные подмалевки, которые мы никогда не делали. Да, допустим. И вот сейчас мы в Москву повезем три, ну, три мастер-класса, которые мы с Вовой готовим уже три месяца. Мы вот, там у нас будет каменный зал замка Хофбург. Мы этот замок Хофбург ищем. Мы ходим, делаем наброски. Мы ищем, какой там должен быть человек. Мы смотрим, какая должна быть цветовая гамма, которой мы не делали. Нам уже скучно делать старую цветовую гамму. Понимаешь? Нам надо все время как-то менять. Поэтому у нас в мае будет еще блок старых мастеров. Но эти старые мастера будут уже из 20 века. Тулуз Латрек, да, уже чуть-чуть зацепил, да, 20 век. Потом, кто еще будет? Модельяне немножечко зацепил, да. И мы Модельяне видели живьем. Очень крутой вообще человек, который такой узорный. Просто у нас здесь не было его работ, но он такой узорный. Ну, можно будет в курсе разобрать пару его работ. Конечно. Потом обязательно Пикассо. Пикассо, конечно, он, конечно, монстр. Он главный в 20 веке. Он такой штамп узора поставил. Даже в своей гернике. Я считаю, что герника Пикассо – это тоже огромный орнамент. Он же мой тезка. Пабло. Пабло. Твой тезка. Конечно, нежнейший будет Эндрю Уайт. Американский художник, которого мы всегда хотим цитировать, которого мы хотим знать, как он осознанно делал свои композиции, да, там, где он жил где-то в Пенсильвании, он делал композиции со своего же дома, где он жил. Но там настолько верю, что он делал, что можно до этой доски дотронуться. И его еще называли художником ветра. Он мог нарисовать, как занавеска, может, под ветром. Ну, или трава подмяться под ветром. В общем-то... По нему же было несколько уроков. Было, но нам надо глубже зайти. Они, конечно, очень интересны. Глубже зайти туда, к нему. И вот пять художников, которые нам интересны, мы будем рассматривать в мае месяце. То есть это второй курс, это продолжение курса «Тайные знания старых мастеров». У нас первый уже прошел, да. Только ближе уже эти мастера. Да, то есть тонкое изучение техники и написание подобных работ. Чтобы выучить еще немножко знаний каких-то взять, дабы развить дальше нашу эту «Blade and Socks». То есть вы понимаете, это настолько эксклюзив, настолько как бы фееричные, вот эти торжественные «Мы стараемся создавать учебные материалы». Такого нету. Берите эти знания, пока делятся наши художники, а мы стараемся технически донести. Ну нам интересно по всему миру вещать эти знания. Потому что каждый возьмет то, что ему нужно. У нас многие пишут, вот я хочу написать такую же картинку на мастер-классе, как она у вас опубликована в превью. Я говорю, это невозможно. Может быть у каких-то художников на мастер-классах вы придете и перерисуете картинку, которую выберете, но сколько можно. Каждый мастер-класс, я постоянно напоминаю всем нашим новым клиентам, каждый мастер-класс это уникальное мероприятие. И вы напишите картину, и выучите совершенно новые каноны в живописи. Напишите картину, которой еще не было. То есть уникальная идет картина. Вот у Елены с Владимиром сколько мастер-классов они провели, и сколько картин они за свою жизнь написали. Нету ни одной одинаковой картины. Мы любим эксперименты. Так это класс. И очень круто, что вы этим всем делитесь. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Курс по орнаменту. Я ссылочку скину обязательно. Сегодня мы откроем продажи по льготной цене. У нас сейчас простая маркетинговая схема. Для тех, кто приходит на онлайн, то есть на вебинары по предварительной записи, идет очень хорошая льготная стоимость. Скидки достигают 50. А завтрашний вебинар, вообще 70% получается скидка. Стараемся максимально это все донести. То есть по истечении предварительной льготной схемы, когда уже курс завершается, или видеоурок, когда вебинар завершается, сразу же стоимость вырастает практически в два раза, потому что урок превращается в готовое учебное пособие, где уже вырезаны все перерывы. Кофе-питие. Да, да. Там четко уже идет оформленный урок. Советую тех, кого это не сильно напрягает, эти все перерывы, и хотят немножко дешевле получить эти знания, обязательно записывайтесь на прямые эфиры. Вот, поэтому три урока по орнаменту продажи стартуют сегодня. Очень многие уже давно ждут эту информацию. Продажи по завтрашнему вебинару класса НЮ, там будет 4 часа живописи и графики, уже стартовали по льготной стоимости, там 900 с копейками рублей. Обязательно записывайтесь на завтра. Ну и, конечно, ждем в Москве. В Москве там буквально, по-моему, одно-два места осталось, чтобы закрыть полностью запись. Москва будет очень крутая. Москва будет крутая. Мы для себя несем. 19, 20, 21 апреля. Это будут последние три мастер-класса. Перед октябрем. Перед октябрем, да. Следующие будут уже аж осенью, поэтому обязательно записывайтесь. Летом все время мы будем в Грибовке, в мастерской на песке. Ждем вас. Приезжайте в любое время. Мы готовы с вами вместе рисовать. Мастерская на песке, кстати, стартует с 1 июня. У нас уже группа почти закрыта. Всего 10 человек мы записываем. У нас уже записано 8. То есть у нас 8 человек есть с авансами, кто уже забронировал место в группе, кто прилетит к нам и пройдет вот эти 5 мастер-классов в течение 10 дней. Помимо 5 мастер-классов будет еще 10 дополнительных заданий. По вечерам будем учиться делать графические мысли. в вашу же сторону, в направлении ваших мыслей и ваших будущих работ. Надо обязательно вечером это все... Да, поэтому спешите, кто еще не успел забронировать. У меня очень много висит заявок, но я не знаю, почему тянут люди. Сейчас вот еще 2 места буквально. Я очень советую поторопиться. То есть вы и отдохнете, и можно приехать со всей семьей. Это все происходит на берегу моря. Это уже какая, 7-я или 8-я? Да, очень. Мы ждем каждый год, потому что на море мы не устаем. И море подсказывает такую информацию, чтобы просто люди становятся художниками. На глазах просто. Да, то есть и получить уникальные знания, и отдохнуть всей семьей. Пожалуйста, приезжайте. Новых друзей себе понабирать, по миру. На самом деле прилетают со всего мира. Вот у нас со штатов американских будет человек, с Финляндии, с Дании, с России 3 человека, с Украины 2. И вот у нас еще 2 места. Давайте записывайтесь, всех будем ждать. В общем, все. Про фигуративный класс пока не рассказываем. Держа в тайне, но название запомните. Фигуративный класс, он будет совсем другой и интересный. Постараемся в мае его завершить тоже. Или даже часть апреля зацепим. Поэтому следите за нашими анонсами, подписывайтесь на наши каналы на YouTube, на Viber и Facebook. Вконтакте тоже мы бываем, мелькаем. Поэтому всем рады, всем посыл из нашего андеграунда. Мы сегодня провели трансляцию из места, в котором происходят закрытые классы НЮ. Такое вот... Ты можешь вот так вот камерой... Местами тайное место. Показать это тайное место. Кто был у нас, тот знает. Помните, что подписавшись на наши рассылки, вы получаете доступ к большому количеству, к архиву бесплатных уроков. Их не так уж и мало, но не так уж и много. Они очень драгоценные. Это такие знания, которые вам никто не расскажет. Это исследование все, которое мы делаем для себя. Но нам нужна команда. Нам нужна команда по миру. И вот мы очень рады, что у нас в Одессе уже организовалось 3-4 студента, которые с нами вместе идут. И как бы в ногу. И сейчас вот этот блок работ НЮ мы посылаем на Киев. Да, и дальше уже там оно поедет. Виктору Хаматову в его галерею «СовиАрт». То есть поедет дальше, а мы блок работ опять подготавливаем. Вот эта работа поедет в Киев на выставку следующую. То есть организуем выставки, которые ездят по миру. Дальше по миру поедет, да. Поэтому всем спасибо за участие. Все ссылочки и кнопки записи появятся чуть позже. И вы их получите на вашу электронную почту и в наших соцсетях. Всем счастливо. Счастливо. Завершаем трансляцию.